80 лет исполняется со дня рождения известного чувашского художника Элли Юрьева. Живописец и график в историю республики он вошел так же, как геральдист и автор шрифта для государственных документов на чувашском языке. Сегодня Элли Михайловича вспоминали в Национальной библиотеке. Элли Юрьев с детства мечтал стать летчиком. Первой его любовью было небо, второй – живопись. На память от Белиси, где Элли Михайлович учился, сохранилась коллекция рисунков. В чувашском книжном издательстве, где он работал многие годы, авторы выстраивались в очередь за его иллюстрациями – яркими, необычными, непохожими ни на какие другие. Говорили даже о своеобразном юрьевском стиле. В начале 90-х годов Элли Михайлович победил в конкурсе на право разработать государственные символы Чувашской республики. Он был первым в России художником, кто решился использовать национальный орнамент не в качестве декоративных элементов, а как самостоятельные геральдические символы. Древо жизни и солярные звезды из Чувашской вышивки легли на полотнище нашего флага и украсили герб. Энергетика была просто, ну вот я хочу сказать именно фантастическая, бешеная, может быть даже иногда бешеная, потому что целеустремленность была вот таковая. Если бы ни этого качества не было, он скорее все-таки не смог бы достичь таких успехов и высот в своей профессии во многих областях изобразительного искусства. Многие занимаются только чем-то одним живописью, кто-то только графикой, кто-то медальерными искусствами и так далее. Ему было подвластно все. Чувашский шрифт, которым оформлены все государственные документы, разработал тоже Ильей Юрьев. Что примечательно, создавал он его без компьютера, как сейчас принято, без специальной аппаратуры, ручную. Кроме того, его кисти принадлежат к гербы Чебоксар и других городов нашей республики. Сувенирные значки России Чуваши 425 лет, памятные медали и знаки, гарнитуры наградных документов и печатей, декоративные элементы в архитектуре. Можно сказать, что Ильей Михайлович Юрьев оформил всю Чувашию.